всем привет дорогие друзья сегодня мы будем заправлять амортизаторы амортизаторы с мембраной это амортизаторы данные от фирмы deluxe fab это американские ребята собирают их очень качественные для спорта значит они в априори должны быть нормальные я заказал полностью собранные амортизаторы я уже два заправил 2 оставил чтобы было видно разница чтобы записать видео они уже полностью собранные я их разбирать не буду показывать я и расскажу именно так они в принципе них у всех одинаковый единственный здесь нюанс здесь под самим поршнем на на штоке идет кембрик то есть у нас поршень идет не самом низу сейчас а там остается несколько миллиметров пространство для того чтобы масло оставалось здесь самом поршне то есть у нас это часть которая ходит внутри сквозь которая вот сейчас я вам покажу и сейчас покажу тут еще идет мембрана вот сейчас я вытащу оттуда вот эта часть которая у нас вылезла она у нас не идет до самого конца здесь еще на самом штоке идет дополнительный дополнительное кольцо там в пару миллиметров чтобы она не упиралась стенку чтобы здесь было масло так здесь я капнул немного масла чтобы посмотреть как они работают сейчас вот у нас здесь идет мембрана и аккуратно вытаскиваем показываю сам принцип именно как заправлять с данной мембраной вот она с резиночкой идет вот какая у нее форма ссылочку на эти амортизаторы я оставлю под видео это амортизаторы под 10 масштаб именно размер этих амортизаторов 96 миллиметров я не хочу разбирать поскольку их собирал человек который их создавал не хочу лишний раз эти кольца портить здесь вот тут в штоке то видно серенькое такое шайбы штук 4 шайба упутинительное кольцо шайба упутинительное кольцо шайба приблизительно итак начнем приступаем здесь пружина это все и ничуть не надо не менять меня именно пружина медиум масло я буду использовать вот такое 22 но мне подходит итак вся суть заправки заправляем практически до краев вот я заправил на это этого мало надо еще долить есть такое дело дальше берем нашу мембранку надеваем сверху и берем что-то у меня пинцет такой формы закругленный можно брать шуруп с круглой шляпкой и вот прижимаем вот так кольцо то есть надо создать нам грубо говоря вакуум здесь ничего из кисточка такого размера то есть мы должны воздуху выгнать оттуда там у нас должен создаться вакуум я наверно не долил масло надо еще долить потому что не вытекает сейчас прокачать наверное все стоит да да точно я же эти не прокачивал там масло совсем мало было как капелька вот увидите количество пузырей это все должно пропасть но сейчас уже попал под шток получает сюда к штоку масло залилась в идеале поставить чтобы оно постояло немного если спешите можно такие мелкие удары производить чтобы исчезли все пузырьки воздух нам не нужен здесь совсем совершенно прокачивать стоит достаточно так серьезно я чуть было не забыл это сделать самое основное так одеваем надеваем так надо чем-то продавить лишнее масло чтобы вышло вот она вытекает сразу его удаляем отсюда вам здесь не нужно с мембраной амортизатора я думаю там у траксиса есть по идее с мембраной это мне первые так вот вытекает лишнее все если мембраны у вас нету то есть это не страшно вам надо налили закрутили если вы не можете шток полностью вогнать в амортизатор значит просто открыли взяли бумажку вот так вот прям накрыли подняли у вас мелкая ну не немного на бумаге и масло останется и вот так вот такими порциями вы будете его забирать закрутили проверили если надо еще еще раз открутили забрали масло вот так отыграться чтобы отрегулировать все правильно вот все мы залили получается у нас там мы вы надавили у нас вышел вышло лишнее масло получается создался там некий вакуум теперь берем нашу крышку немного сжимаем вот буквально на пару миллиметров шток вгоняем вовнутрь закручиваем нашу крышку аккуратно можно маслом смазать вот эти части вот прям немного масла сюда капаем и вот так вот пальцем проводим сдавливаем немного шток что-то пошло не по плану не страшно сейчас мы возьмем куда-то установим наши амортизаторы чтобы не постояли повторим процедуру здесь лучше не спешить что-то пошло не так повторить поскольку главная цель идеально все заправить можно докапнуть немного масла капельку буквально повторно ставим наш мембранку нашу продавливаем все чтобы лишнее масло ушло у меня все пошло не по плану из-за того что я смазал саму мембранку вот так закрываем закручиваем еще раз аккуратно вот она уже масло отсюда не вытекает там с вариант у нас там получился вакуум сейчас главное здесь немного попасть еще бы главное в резьбу попасть нормально так поддавливаем немного и у нас лишнее масло выходит так готово лишнее потираем не смотрим что у нас получилось руки в масле не страшно во первых мы видим что мы его закрываем до конца обратите внимание на работу амортизатора сжал отпустил сжал отпустил плавно вышел шток теперь я вам покажу как отработает на незакрытом ой на пустом амортизаторе то есть вот ну видите опускаем сразу просто пружина работает здесь это я даже пальцы соскальзываю вот он не бьет он плавно выходит это видно то есть это идеально хорошая работа амортизатора это не просто как бы машина на пружинах вас будет у вас будет все отрабатывать идеально вот так вот я буду устанавливать это все дело чтобы центр тяжести у нас был ниже вот такие вот амортизаторы ссылочку оставлю в описании кому интересно это ребята из штатов делают с доставкой получается амортизатор как героин но говорят что это лучше чем аттракса там какие то есть бигбор или так похоже называется что это аналог но с уж своими какими-то доработками если что-то я не так рассказал что-то упустил задавайте вопросы в комментариях буду я читаю все комментарии отвечаю на все комментарии если вопрос будет неизвестен ответ на вопрос я отвечу помогу подскажу всем чем смогу все всем спасибо ребята подписывайтесь на канал не забывайте это очень важно ставьте лайки это не менее важно пишите комментарии по возможности делитесь с друзьями все всем спасибо спасибо всем за поддержку спасибо всем кто подписывается на канал все удачки до скорых встреч до скорых встреч